Чемпион мира в составе Франции 98-го года рядом с нами на Комендаторской И он делал фоточки как в настоящий Борис Энжермен Асан Дембеле номер 11-й Барселона Гарантен Талесо Видеоассистента представить Мауру Вильяну Из Аргентины это человек, который может сыграть сегодня И Робби Круз из Бухумалеки играет под седьмым номером Одиннадцатый Эндрю Набу из японского клуба Урабара Ну и всё, первый удар по мячу в жёлтых футболках Естественно, австралийцы Согласись, неплохо А вот первый опасный момент Мяч штрафной удар по воротам в ближний угол Мэтью Райан свою команду выручает Он должен был это делать, потому что всё-таки отвечал за ближний угол Но посмотрите, как проявил себя Фиан Баппе Отлично ворвался по месту правого крайнего Удар в ближний угол на своём длинном шаге Его уже никто не преследовал Канте подключил одного из центральных защитников Пас вперёд, удар по ногам сзади очевидный И Андрю Скулья назначает штрафной удар в пользу сборной Франции Пока самые заметные все разыграли штрафную блистательно А здесь что французы нам предложат Больбок, бам, удар! Это разминка, это разминка для мяча Райана Который в прошлом уже размялся после удара Мбаппе в ближний угол И Райан голкипер очень... В общем, не удалось это Райану Перебрался он теперь из Испании в Англию Ну и будет искать партнёра и ищет, не находит Хотя, в общем, казалось, что Ильдер будет пойти Гризман бьёт издали Третий удар к створу сборной Франции За первые несколько минут этого матча За первые шесть минут Трижды французы попадают в створ Но Райан Бахас пропадает Попадающий Но опасен он именно своими взрывами Ещё один фор Подключение очередное Люка Эрнандеза Который, впрочем, может быть, хотел бы играть, да? Сборную Испании Но Хулинлет Петеги рассказывал потом о том, что Оказывается, он не может... Штрафной, в общем-то Попадал сыграть на опережение Удивительное решение Это удар, по сути, поворотом Под то, чтобы закрутить мяч в сторону ворот Это практически снова удар И удар головой Но с сопротивлением это важно, конечно Помешать всё-таки пробить Робби Крузу Смотрим, как это из-за легкомысленного поведения в том числе И ещё один фол И жёлтая карточка из уругвайского кармана Вынимается, чтобы Мэтт Лекки был наказан Ну да, действительно, там Гризман Или кто пострадал от Мэтью Лекки Его сосредоточенный взгляд мы видим Подачу в трофную Теперь уже при Берде ван Марвейке умеют не так эффективно С другой стороны, меньше они рискуют Вот, собственно говоря, почему предыдущий тренер ушёл в отставку Потому что его команда очень много рисковала И случались обрезаны в чужой половине поля Австралия Но... Ой, опасный момент! Уголь-Йорис! Это точно силён вратарь сборной Франции Её капитан на ленточке Достать мёртвый мяч Именно это сейчас сделал Уголь-Йорис Сумасшедший момент от австралийцев И это, пожалуй, опаснее всего того, что французы создали угловой Вот, пожалуйста, игра в длинный мяч Много других пузырей пока на их не предъявляет Ну, здесь ключи из них теперь, например, Павар Подстраховать полузащитников и опередить игрока сборной Австралии А дальше, дальше опять австралийские валетчики негодуют Им кажется, что уругвайский арбитр... Разумеется, им кажется, что уругвайский арбитр пристрастен Мне сказать, что игра грубая, но... Вот, каждый, пожалуй, полторы-две минуты В ней вот такой вот стук Дамбеле Французы, наконец-то, нащупывают простор Но Риздон ставит корпус И это не фол Так, Сейнсбери Сейнсбери тут рядом с арбитром Но судья очень чётко показал Сейнсбери, да, шлащение Это тот самый тренд Сейнсбери, который... В последний момент, может быть, ударить нужно! В итоге прострел Эрнандеза Спокойно прерывает защитники сборной Австралии Ну, Дамбеле действительно находился на такой позиции Сходя на его тут толбанский сценарий Ну, вот так вот австралийцы тоже готовы действовать сегодня Ну, давай ещё скажем, что в Австралии помимо футбола, который они называют по-американски сокер Есть так называемый австралийский футбол, который на... У них звучит как Оззи Рулс футбол И слово футбол... Включается по левому флангу, подача, удар! Удара нет, возможно, он будет сейчас! Ух! Пейдж в итоге пробил левый защитник Пытаясь закрутить мяч в дальнюю девятку, не попал И под аплодисменты австралийских болельщиков главный арбитр матча Андрес Кунья даёт свисток, но это ещё не на перерыв Что ж, давайте немного отдохнём И второй тайм начнётся в Казани уже совсем скоро В исполнении Аарона Моэ Да, кто бы мог подумать, что самым опасным будет момент именно австралийский команд В момент составе сборной Франции Ну, и как мы предполагали, это для нас, для зрителей А где игра, где... Ну, а с австралийцами сложнее, поэтому и оппозиции Напомню, первый Мэтью Райан в воротах в обороне 16-й Азиз Бейдж 32-летний защитник, кстати, представляет клуб Аляхли из Саудовской Аравии Тоже вот эту географию, когда мы берём Тогда хитрец Фабио Гроссо Ворвался в штрафную по левому флангу, упал и до сих пор Ещё не было тогда видеоповтора До сих пор заинтересованы и спорят, а был ли там фор Но есть мнение, есть мнение, что австралийцы дожали бы итальянцев, в конце концов Тем не менее, этого не произошло Да, это лучший результат сборной Австралии на чемпионатах мира Одна восьмая финала в 2006-м году Пять и Таня Фуги катит по центру, опасный момент! Не было ли там пола? Не было! Не было, показывает судья Хотя Погба широко разводит руки в сторону, негодуя Но там подкат был рискован А как же вот этот жест, да, показывающий монитор? И из Уругвая, вот он показывает, что Тимир посмотрел и пенальти назначает Всё-таки вот этот последний И еще раз Ну вот, да, вот этот последний, последний действительно Если бы заплел буквально чуть раньше, это было бы нарушение до штрафной Но втащил этот фолл за собой! Гризман штрафную! В итоге все-таки тянет на пенальти Французские коллеги Итак, замер весь стадион! И гол! Четко очень Гризман Поймал, по-моему, голкипер сборной Австралии На вот этом маленьком, может быть, даже движении Когда уже Райан перенес вес своего тела на другую ногу И, соответственно, выпрыгнуть не смог Выпрыгнуть не смог, но мы сейчас еще посмотрим, конечно, на повторы Французы вот так вот празднуют гол Но мы еще раз смотрим повтор Ну да, ну да Смотрев несколько видеоповторов в суде, принял такое решение Удар пока не будет Удар поворотом И принимают на себя защитники Еще один удар Гризмана Всё на этом Ну вот пошла жара Теперь, конечно, не смогут, да, в строительстве то, что ты говоришь, Сергей Стоять, и поэтому мы с вами другой футбол можем увидеть 29 мячей Антон Гризман забил Опасно! А, дальняя штанга! И что? Смотри телевизор! Все кричат австралийцы Пенальти! Дает пенальти даже без видеоповтора Вот это поворот! Вот это поворот, дорогие друзья Второй пенальти Мы вчера увидели первый пенальти, который заработал Криштиану на чемпионате мира Сегодня мы обгоняем матч Португалии-Франция по этому показателю Омти-Ти нам показывают крупным планом Один-один! Послушайте, как вот эти самые оси торжествуют австралийцы Жижат, как оси сейчас австралийцы на остальоне в Казани Один-один! Наработали на своих стандартах на этот гол австралийцы Забрасывали, забрасывали! И заставили он детей ошибиться! Если посмотреть на общую статистику У французов восемь ударов Пять в створ У австралийцев три-один Створ большое преимущество Но если брать опасные моменты по-настоящему Гризмана и Дембеле Мы все-таки думали, что... Нет, ну, наверное, центральный нападающий логичный Если Гризман исполнял это... Вообще многофункциональный атакующий хоббет Макбовар за Бавару! Ну, так, поворотом Небольшое каратэ в воздухе от молодого защитника Но пока он далек от той эффективности, которую демонстрировал в товарищеских матчах Будет турнирная интрига, будет Австралия первой параллельно в Сочи Это желтая карточка, безусловно, срыв атаки, грубый фолк И что у нас? Это не вторая желтая, кто ее получает, кстати? Толесо Толесо, первая карточка Третья в сегодняшнем матче вообще Но он фалил, он разводил сразу руками Но, в общем, так могло быть и с самого начала, да? Мы туиди, а не Толесо И мне не было Матчи Евро дожали французы Албании И вот опасный момент, рикошет Переходит Нет, не было гола, не было гола Или был? Гол, гол, есть автоматическое определение гола И оно показывает на центр 2-1 Часики запульсировали у главного арбитра матча Андреса Куньи Но вот французы Забивают Так, 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 подождите Там еще проверяют, судя по всему, не было ли там офсайда Это Поль Попа с рикошетом от ноги защитника Посылает мяч под перекладину Там даже ударов-то не было Это попытка проткнуть мяч Субтитры сделал DimaTorzok